Пригласите, пожалуйста, Аркадия Харалова. С удовольствием, когда можно будет уже ездить, перемещаться, с удовольствием. Я очень хорошо отношусь к Аркадию Харалову, люблю его песни. У меня юность прошла под его песни. Особенно песня «Бесконечность», «Бесконечен этот час», очень хороший. Вообще, у него классный голос, хороший очень, Харалов. Судя из того же интервью с Иларионом, НАТО уже есть в Черном море, а конкретно в Турции. Ну да, кстати, может мы турков пригласим в гости, они же легко с войсками РФ справились с Сирией. Да, турки шуток не понимают, и у них после американской на втором месте по боеготовности армия в НАТО. Турки мощные вояки, и россиянам преподали целый ряд уроков. Ну посмотрим, что дальше будет из этого. Дмитрий, расскажите, может, что знаете про масонов? Про масонов знаю, что говорят, что они есть, но ни одного масона не видел. Очень смешная история с этим связана. Мой друг Михаил Радуцкий, он представитель комитета Верховной Рады по медицине, но мы близко дружим много лет, с 90-го года. И он мне говорит, ты представляешь, встречался с серьезными европейцами. Они мне говорят, ну мы же знаем, Гордон представитель масонов в Украине, главный представитель их. Я говорю, ты не стал их разочаровывать? Он говорит, нет, я подтвердил. Я говорю, правильно сделал. Поэтому, говоря о масонах, представляю их в Украине я. Если есть какие-то у вас просьбы, обращайтесь. Шутка. Дмитрий, добрый вечер. Как вы относитесь к той минской аренде, которую должны были вчера подписать? Я, если что, о документе, в котором Ордло является стороной переговоров. Я плохо отношусь, я не считаю, что Ордло – это сторона переговоров. А если уже вы хотите, чтобы Ордло была стороной переговоров, то тогда надо еще одной стороной переговоров сделать представителей людей, которые выехали из Ордло и находятся в Украине. Они же тоже имеют право голоса. Это тоже жители Донбасса. Дмитрий, как вы относитесь к Юрию Еханурову? Это такой яркий представитель старой школы, который прошел очень хорошую школу жизненную. Талантливый человек, большой знаток и любитель Чехова. Но время его, я думаю, прошло все-таки.